Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня в выпуске. Целенаправленные удары Цахал ликвидировал террористов и уничтожил туннели в Гази. Сорванные планы в Израиле предотвратили серию терактов. Музыкальные виртуозы – история возникновения филармонического оркестра Израиля. Армия обороны Израиля продолжает атаковать позиции террористов в Гази и Ливане. ВВС Цахала нанесли удары по целям центральной части сектора, ликвидировав нескольких боевиков, в том числе террористку, вышедшую в 2011 году на свободу в рамках сделки Шалита, считавшуюся одним из символов инсифады. Формально в последние годы она числилась полковником в сил безопасности палестинской автономии. Помимо этого в Хан-Юнисе военнослужащие обнаружили подземное помещение, в котором ранее содержались заложники, а также уничтожили диверсионный туннель Хамаса, трасса которого проходила в северной части сектора Гази. Государственный контролер Матанияго Ингельман запросил у начальника генштаба Цахала Герцега Левин немедленного доступа к материалам и базам данных. Он не намерен дожидаться создания государственной комиссии по расследованию или окончании войны и принял решение начать проверку по наиболее резонансным проблемам, вызывающим серьезный общественный интерес. Среди прочего отмечены вопросы охраны границ, информационной безопасности, нехватки оборудования, а также разбор событий 7 октября и задачи общего характера, такие как разъяснительная работа и экономические методы борьбы с терроризмом. Процесс проверки госконтролер планирует завершить за несколько месяцев, несмотря на то, что Цахал ведет войну в секторе Газа и боевые действия против Хизбаллы на границе с Ливаном. Израильская полиция и служба общей безопасности предотвратили теракты, которые готовили два жителя Восточного Иерусалима, являющиеся сторонниками группировки Исландское государство. По данным следствия, террористы планировали собрать взрывные устройства для ударов по израильским силам безопасности. Установлено, что они просматривали в интернете множество материалов о действиях ИГИЛа, включая записи наиболее кровавых преступлений террористов и видеоубийств в разных районах боевых действий. При обыске оперативники изъяли мобильный телефон одного из подозреваемых. В нем были обнаружены материалы педофильского характера, которые послужили базой для возбуждения дополнительного уголовного дела. Израильский оборонный концерн «Рафаэль» сообщил об успешных испытаниях новой многоцелевой системы противовоздушной обороны «Паук», в которой перехват различных типов ракет и беспилотников интегрированы на одной платформе. Отмечается, что этот вид вооружения экспортируют в другие страны. У Цахала его нет, дроны-камикадзе сбиваются другими средственные. В последние месяцы главной проблемой для израильской противовоздушной обороны стали противотанковые ракеты, которые Хизбалла применяет для обстрелов позиций Цахала в приграничных поселках на севере Израиля. На сегодняшний день от них уже разрушена значительная часть жилого фонда в Метуле и Монаре. Представители Южноафриканской республики призвали к немедленному прекращению огня в секторе газа на слушаниях в Международном суде Организации Объединенных Наций в Гааге. В течение трех часов они приводили аргументы, подтверждающие, по их мнению, факты геноцида палестинцев. В то же время Израиль назвал сегодняшнее слушание самым большим в истории спектаклем лицемерия и отметил, что Южная Африка действует как судебная ветвь Хамаса. Министерство иностранных дел еврейского государства заявили, что продолжит защищать свое население в соответствии с положением международного права, различая террористов и мирных жителей. Израиль – страна с богатой музыкальной историей, причем настолько, что филармонический оркестр страны старше ее самой, продолжит Наталья Кравченко. Скрипач-виртуоз Бронислав Губерман спас от смерти многих евреев. Он привез в Палестину 60 ведущих музыкантов из Германии, Австрии, Польши, Франции, Венгрии и Югославии. Все вместе они стали филармоническим оркестром. Первый концерт коллектива состоялся 26 декабря 1936 года в Тель-Авиве, а дирижировал им выдающийся итальянский дирижер, рыцарь музыки Артуро Тосканини. Вдумайтесь только, в Палестине жило всего полмиллиона человек, из них в Тель-Авиве 100 тысяч, и для них создали один из лучших в мире оркестров. Когда прошел слух о приезде Тосканини, раскупили все билеты. Музыкант из первого состава оркестра Шломо Бор вспоминал позднее, что старый выставочный сарай у моря переделали под концертный зал на 3000 мест. Израильский филармонический оркестр – это во многом виднейшие дирижеры мира. С коллективом работали Леонард Бернстайн, Исай Добрувейн, Сергей Кусевицкий. В 1968 началась новая эпоха для оркестра. Его возглавил индийский дирижер Зубин Мета. В 1971 году оркестр дал триумфальный концерт в Берлине, исполнив на бис государственный гимн Израиля. В 1981 году Мету объявили пожизненным руководителем коллектива, случай фактически беспрецедентный для современной музыки. Знаете, для меня маэстро Мета является таким образцом романтизма, настоящая романтика, один из последних романтиков нашего времени. Для меня его запись с Владимиром Горовицем и Нью-Йоркским филармоническим оркестром, когда они исполняли третий концерт Рахманинова, и первый концерт Чайковского с Нью-Йоркским филармоническим оркестром и Эмилием Гильсом, для меня эти записи являются эталонными, я на них вырос. Музыка 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 Российский пианист Денис Мацуев и маэстро Зубин Мета познакомились в 2010 году во Флоренции. Денис тогда исполнял музыку у Рахманинова. С тех пор они много выступали вместе и в Израиле, и в Москве. Исполняли произведения Чайковского, Моцарта и Рихарда Штрауса. Он покорил сердца всех музыкантов нашего филармонического оркестра и мое собственное. С тех пор мы открыты сотрудничеству. Я счастлив, что в нашей семье появился новый музыкант. В 2020 году на посты дирижера оркестра заступил Лахав Шани. Тот год коллектив пережил непросто. Из-за трудностей, связанных с пандемией, оркестрантам пришлось организовать онлайн-концерт с возможностью пожертвовать им за это средство. Онлайн-программу вела оскароносная актриса Хелен Мирен. В этом году Израильскому филармоническому оркестру исполнился 88 лет. Он по-прежнему остается проводником в мир красоты и большого искусства и одним из символов государства Израиль. И последнее, 14 января в 15.00 в общинном центре горских евреев в Сокольниках состоится показ комедийного фильма «Елки-10». Это кинокартина о чуде, происходящем каждый год в новогоднюю ночь. В очередной серии «Альманаха» история происходит в доме престарелых, где главный герой надеется обрести семью. Выучить жюри легко и просто. Записывайтесь в кружки с учителями-носителями языка, организованные в московских общинных центрах. В Сокольниках. На Белой даче. В Реутове. В Измайлове. Каждому ученику гарантируется индивидуальный подход и современная методика обучения. В помощь студентам книги, аудио и видеоматериалы. Поторопитесь, чтобы не пропустить начало обучения. Ждем вас на наших уроках. Это все на сегодня. Помните, каждый ваш лайк и комментарий продвигают наши видео. Будьте активны и подписывайтесь на Первый еврейский. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok